Впечатления? Вот честно скажу, с каждым годом все лучше. Вот те, которые первый раз участвуют, вот сразу отличаются от тех, кто участвует уже второй год и третий год. Видно, что люди входят во вкус, и когда вот второй и третий год мы приходим на тот же объект, видим, что поменялось. Причем люди загораются, у них возникают новые идеи, они не одну клумбу, а уже три клумбы делают, причем делают тематические. Где-то кто-то ездил, видел, где-то еще у кого-то что-то подсмотрел, своя идея родилась. То есть появляется то многообразие, вот ради которого, наверное, все это и затеяно. Ну и что касается детских садов, которые очень активно включились, то есть у нас на сегодня, наверное, треть всех заявок – это детские сады. Вот очень активно включились, и что самое отрадное, что это не просто воспитатели или родители, это еще и дети участвуют. И мы видели с вами сами, когда вот маленькие детки, двухлетки, сами поливают свои цветы, и на площадке, на которой они гуляют, ни один цветочек не сорван. Вот это как раз то, для чего мы и начинали этот конкурс – вложить людям в головы вот с самого детства, что красоту, ее надо не ждать, а ее надо создавать вокруг себя. Я думаю, что вот если этот наш конкурс, он уже стал традиционным в городе, но лет через 10-15 он может превратиться в большой громадный праздник, такой перманентный, в постоянный конкурс, и наш город действительно станет цветущим. Он и сейчас хороший, очень хороший, но будет еще краше. Еще древние говорили, ученика в чем-то убедить может только убежденный учитель. А мы глубоко убеждены в том, что ребенка нужно окружить красотой, для того, чтобы у него была на всю жизнь мысль, что красоту нужно не только охранять, но и создавать ее своими руками.